17 декабря ребенок поступил в отделение реанимации. Его состояние стабилизировали. Сегодня пациенты переведут в отделение нейрохирургии. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи проводят весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. В жизни малыша ничего не угрожает. Специалисты констатируют. Ежегодно, скатываясь со склонов на тюбингах, люди получают тяжелые травмы, иногда смертельные. Так, позапрошлой зимой трагедия произошла в микрорайоне Бахаревка. Погиб человек. Команда людей сцепила тюбинги и поехали вместе. Их поставили треугольником и на углу девочка врезала дерево. Вначале у девочки был шок. Она пошла, но потом села и не могла встать. Со временем, минут через 15, ее увезли. По словам медиков, каждую зиму в Перми происходит порядка 40 несчастных случаев при катании из горок. И эти цифры ежегодно растут. По сравнению со снегокатами, ледянками и санками, особенно опасны неуправляемые и стремительные ватрушки. Тюбинг разгоняет очень большую скорость. И так как эти трассы, их никто не отслушивает, они стихийные, то там может быть любая палочка, колышек и может просто тюбинг порвать. В службе спасения напоминают. Кататься на санках и ватрушках рекомендуется лишь на горках с уклоном не больше 20 градусов. Перед спуском склон нужно проверить, чтобы там не оказалось обрывов, камней, деревьев и других препятствий. А внизу должно быть достаточно места для торможения. Юлия Алеева, Телевизионная служба новостей.